Привет, друзья! Это канал Music Market, меня зовут Иван Захаренко. В одном из наших недавних видео мы рассматривали акустики для начинающих и сравнивали их по трем параметрам. Внешний вид материала, удобство игры и, естественно, звучание. Сегодня мы решили провести еще одно сравнение и выбрать лучшую гитару для новичков, но на этот раз мы будем сравнивать гитары с верхней декой из массива. Готовы? Поехали! Итак, для чистоты эксперимента мы выбрали гитары в корпусе Dreadnought, цена которых не превышает 300 долларов. И первый наш инструмент — это легендарный Fender CD60S, вот в таком замечательном черном цвете. Верхняя дека его сделана из массива ели, обечайка, задняя дека и гриф выполнены из традиционного махагони. На гитаре установлены литые хромированные колки, а вот порожки инструмента сделаны из пластика. Гитара, как я уже сказал, выполнена в черном цвете, есть также еще и натуральные расцветки. В целом, в дизайне нет каких-то ярких деталей, поэтому, если вы мечтали о черной гитаре, то вот, пожалуй, это та самая модель. На гитаре установлены струны Fender Duraton Coated с защитным покрытием и обмоткой из бронзы 80 на 20. Давайте послушаем, как звучит наш Fender. Следующая гитара от компании Baton Rouge, модель L1 C-SD с верхней декой из кедра. Обечайка, нижняя дека и гриф сделаны также из махагони. Колки также литые и хромированные, а вот порожки уже сделаны из материала Newborn. Мы уже не раз упоминали об этом материале. По своим свойствам он очень близок к натуральной кости и обеспечивает гитаре более долгий сустейн. Корпус имеет покрытие Open Pore, которое оставляет поры древесины открытыми и позволяет гитаре звучать мощнее. У инструментов достаточно простой дизайн, который дополняется вот таким вот нестандартным зауженным пером. Также на гитаре изначально стоят струны D'Addario и XP с защитным покрытием и обмоткой из бронзы. Но еще одной важной отличительной особенностью данного инструмента является ширина грифа у верхнего порожка вместо стандартных 43 мм. Здесь она составляет 46 мм. Это может стать достаточно важной особенностью при выборе инструмента. Давайте послушаем, как звучит Baton Rouge L1C-D. Переходим к следующему инструменту от компании Cort, модель R100. У меня в руках гитара с глянцевой отделкой, но также встречаются гитары в матовом исполнении и в других расцветках. Верхняя дека также выполнена из массива ели. Обечайка и нижняя дека сделаны из дерева окуме. Не знаю, на какой слог в этом слое ставится ударение, но это дерево схоже по своим свойствам с красным деревом. Гриф выполнен из махагони. Накладка на гриф и сам бридж выполнены из ованков. Кстати, бридж не совсем стандартный. Он имеет специальное углубление, вот такой вот вырез, который влияет на угол изгиба струны. И, соответственно, это позволяет гитаре звучать дольше, то есть увеличивать сустейн. Литые колки украшают черные ручки, а резонаторное отверстие изящная инкрустация из натурального перламутра. Еще одной важной особенностью данного инструмента являются порожки из натуральной кости. Ну и изначально на гитаре установлены струны DADARIO EXP с защитным покрытием и обмоткой из фосфорной бронзы. Давайте теперь послушаем, как звучит наш корт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гитара фирмы LAC не раз фигурирована. Сейчас у меня в руках модель T70D Dreadnought. Верхняя дека выполнена из ситхинской ели. Обечайка и нижняя дека сделаны из сапели. Гриф выполнен из тропической кай. Накладка на гриф здесь сделана из композитной древесины Brownwood, которая по своим свойствам схожа с палисандром, однако она менее подвержена изменениям температуры и влажности. На гитаре установлены порожки из графита и также установлены литые колки черного цвета. Вообще инструмент выглядит очень стильно, с такими черными акцентами, имеет матовое покрытие Open Pore и очень приятен на ощупь. На эту модель также установлены струны DADARIO EXP с защитным покрытием и обмоткой из бронзы. Давайте послушаем, как звучит этот инструмент. Субтитры создавал DimaTorzok Последний инструмент, который мы выбрали для нашего обзора, это гитара от компании Vashburn, модель WD7ACSM. Так же, как и у предыдущих гитар, верхняя дека здесь выполнена из массива ели, нижняя дека, обечайка и гриф выполнены из махагони. Застрой отвечают литые хромированные колки, а вот порожки, так же, как у Fender, сделаны из пластика. Гитара имеет матовую отделку, а резонаторное отверстие украшает деревянная инкрустация. Данная модель выполнена в цвете Cherry Sunburst, но также встречается в других расцветках и в глянцевом исполнении. Теперь давайте послушаем, как звучит этот инструмент. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Всем хорошего дня! Пока! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!